МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпания ВТВ информационная программа Водкинске. Студия Елена Рудакова. Здравствуйте. Начнем наш выпуск традиционно с новостей 18-го региона. Третье любительские биатлоны и соревнования прошли на Республиканском стрелково-спортивном комплексе имени генерала-майора Александра Демидова. В гонке приняли участие около 400 спортсменов и любителей. Мероприятие посетили более 5000 человек. Спортсменам предстояло пройти гонку на 4,5 километра с двумя огневыми рубежами. Ярким событием мероприятия стала сессия со звездами биатлона. 3000 человек в этот день смогли получить автографы легендарных спортсменов. Антона Шипульна, Ивана Черезова, Николая Круглова, Максима Чудова, Дмитрия Ярошенко. Российский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Николай Круглов высоко оценил формат мероприятия. 30 марта Удмуртия присоединилась к международной акции «Час земли». В субботу организаторы акции в знак неравнодушия к будущему планеты предложили всем ее жителям выключить свет с 20.30 по местному времени на один час. В это же время гаснет подсветка самых известных зданий памятников мира. В Ижевске в этот день была отключена внешняя подсветка административных зданий Свято-Михайловского собора музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени Калашникова. В России «Час земли» проводится с 2009 года. 1 апреля вступают в силу та часть указания Банка России о реформе ОСАГО, которая касается коэффициента за безаварийную езду. Этот коэффициент называется бонус-малус. С 1 апреля КБМ больше не будет обнуляться при перерыве в вождении, как это было ранее. Скидка будет сохраняться. КБМ будет назначаться водителю раз в год. 1 апреля в течение года пересчитываться не будет. То есть, если водитель 1 мая станет виновником аварии, а 1 июня будет покупать полис ОСАГО КБМ, ему будет установлен по состоянию на 1 апреля, и он изменится только 1 апреля следующего года. В ноябре 2018 года мы рассказывали о девочке, которая после ДТП почти год была прикована к кровати. Благодаря неравнодушным горожанам был куплен гамак для купания. Сегодня ребенку снова нужна помощь. Полгода назад всем городом собирали средства на специализированное кресло для Анастасии Ардышевой. Эта девочка пострадала в результате ДТП. И почти два года ее семья и медики делают все возможное для ее выздоровления. Они с тренировки возвращались с ребятами вечером. Она жила у нас в общежитии. Когда переходили дорогу там на пешеходе, напротив общежития как раз, сбила машина ее 6 ноября 2017 года. В полуосновом где-то вечером позвонили, что у нас все сбила машина. Уже на скорую везли ее. На сегодняшний день у Анастасии наблюдается положительная динамика благодаря врачам детского хосписа Удмурти, где ребенку была оказана высококвалифицированная помощь. Но до полного выздоровления понадобится еще немало усилий. Сегодня нужны средства для логопедических процедур по восстановлению речи на данном этапе состояния девочки. Речь идет о 30 тысячах 300 рублей. Средства небольшие, но для данной семьи сумма весомая. Поэтому каждый из нас может помочь Анастасии. Чтобы пожертвовать деньги, отправьте СМС с текстом «Эры пробел сумма» на номер 3434. В ответ придет СМС с просьбой подтвердить платеж. Сделайте это, иначе деньги до ребенка не дойдут. Чтобы отправить пожертвование с банковской карты, нужно зайти в Сбербанк онлайн в разделе «Благотворительность», набрать название фонда «Эра милосердия» и перечислить любую посильную сумму для вас с пометкой «Для Насти». Не оставайтесь равнодушными. Только все вместе мы сможем помочь этой девочке. Елена Рудакова, Дмитрий Наговицын, Воткинске. Продолжит информационный выпуск новости соседнего региона. Пермский край и Удмуртия заключили соглашение сотрудничества в сфере туризма. Встреча делегаций двух регионов состоялась в Чайковском. Подробности далее. Грандиозное спортивное мероприятие, прошедшее в минувшие выходные в Чайковском на базе Федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», объединило не только зрителей из разных регионов, но и стало площадкой для подписания соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Пермским краем и Республикой Удмуртия. Как отметил руководитель агентства по туризму и молодежной политике Пермского края Елена Соснина, один из первоочередных и перспективных приоритетов взаимодействия сторон создание межрегионального туристического кластера. Сегодня, да, существуют маршруты между регионами, сегодня существуют маршруты и всероссийские, которые затрагивают наши регионы, либо не затрагивают, и хочется, чтобы это изменилось. Существуют наши общие темы, а в то же время есть вещи, которые мы можем друг друга удивить, порадовать, впечатлить. И очень здорово, если мы, называя себя крайми впечатлений, сможем, собственно, эти впечатления транслировать нашим добрым друзьям и соседям, и сможем что-то увидеть интересное и необычное там, и наши туристы, жители Пермского края, равно так же смогут принять участие, как зрители, в крупных мероприятиях, проходящих в Республике Удмуртия, посетить исторические места, познакомиться с достопримечательностями Удмуртии. Собственно, для этого это соглашение мы и предполагаем реализовывать. Надеемся, что это у нас получится. Поддержав коллегу, министр экономики Удмуртской Республики Михаил Тумин подчеркнул, что это будет некий межрегиональный двусторонний обмен, ведь регионами накоплено много интересного в сфере туризма. Кроме того, много чего познавательного и зрелищного можно почерпнуть и в событийных проектах. Мы сегодня уже с коллегами обсудили часть тех мероприятий, которые можно реализовать достаточно быстро на территории Пермского края Удмуртии в части туризма, развития, в различных направлениях. Это и спортивные мероприятия, это и культурные мероприятия. К активному взаимодействию готов и Чайковский, обладающий огромным туристическим потенциалом. Ежегодно наша территория принимает у себя тысячи туристов, и это вполне закономерно. Чайковский обладает многими преимуществами, которые формируют туристическую сферу. Это и богатые природные ресурсы, и контрастность сезонов, и проведение большого количества культурно-спортивных мероприятий регионального и всероссийского уровней. В городе активно развивается туристическая инфраструктура. Предлагаем свои какие-то возможности, потому что их на самом деле у нас очень много. Федеральный центр – это один из объектов. Перспективы развития туризма в Чайковском колоссальные. Мы эти проекты свои тоже все представили. И хотим, конечно, чтобы мы в первую очередь были вот этой территорией, на которой много чего происходит. Делегаты обсудили различные форматы взаимодействия, которые могут помочь привлечь туристические потоки в регионы. К работе подключились и ведущие туроператоры внутреннего рынка, выразившие готовность поддержать инициативы, направленные на развитие туристического потенциала территорий. Продолжит выпуск новости Воткинска. В эфире рубрика «Градские новости» короткой строкой. Жители Удмуртии смогут сдать кровь во временных пунктах в течение апреля. График работы выездной бригады разместили на странице Республиканской станции переливания крови в социальной сети ВКонтакте. Мобильная станция переливания крови будет работать и в Воткинске. Сдать кровь можно будет 3 апреля с 9.00 до 12 часов. По адресу город Воткинск, улица 1 мая, 93. Активисты Общероссийского народного фронта в Удмуртии передали министру транспорта и дорожного хозяйства республики топ-10 убитых дорог. Эксперты дорожного проекта ОНФ рекомендовали региональному Миндор-Трансу учесть мнение жителей региона при формировании плана доимонта дорог. В списке есть улицы Воткинска. Это Победы, Гагарина и Совхозная. 30 марта состоялся финал всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч» в Удмуртской республике среди девушек 14-15 лет общеобразовательных организаций. Соревнования проходили в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу». Девушки играли в Ижевске в спортивном зале «Созвездие». В результате борьбы третье место у Воткинской команды «Школа номер 10». Еще больше новостей ищите на портале воткинск.нет. Там каждый день нужная и полезная информация для вас. На сегодня это все. Впереди вас ждет прогноз погоды. Еще больше новостей ищите на портале воткинс.нет. С вами была Елена Рудакова. Увидимся в Воткинске.